Посадка окончена. Следующая станция Радищева. Всем привет, меня зовут Дмитрий Рогачёв. Добро пожаловать на мой канал и в поезд Лахточка, который следует со всеми остановками из области в сторону Ленинградского вокзала. Посадка окончена. Следующая станция Радищева. Нам с вами второй раз повторили, что наша электричка отправляется до следующей остановки Радищева, а отправляется она от Поворовки. Это же пересадка на 142 километра Большой Московской окружной железной дороги. И второй раз нам повторили, потому что кто-то, видимо, не успевал на электричку и машинист сначала заблокировал двери, потом решил их еще раз разблокировать, чтобы кто-то там успел прийти. Скорее всего, за нами просто нету в ближайшее время какой-нибудь еще электрички, которая остановится в Поворовке. Возможно, она полетит мимо, а возможно, это будет какой-нибудь экспресс, и, соответственно, машинист наш очень добрый. А вообще, такое ожидание пассажиров, которые опаздывают, это не очень обязательное явление, потому что иногда оно идет даже во вред. Мы с вами проезжаем под мостом БМО, и дальше, пока мы едем в сторону Радищева, я вам объясню очень простую логику, почему получается, что машинисты некоторых электричек, даже на тех направлениях, где следующая электричка будет только через час, даже должны не ждать кого-нибудь, не говоря уж о том, чтобы быть добрыми, белыми и пушистыми в глазах человека. Дело в том, что каждая электричка имеет свои технические характеристики, какая-то электричка более старая медленно разгоняется, не очень быстро едет по сравнению с другими. Более современные электрички могут быстрее разгоняться, ласточки еще быстрее, и волги еще быстрее, и вот, например, сейчас у нас насыпь подходит с БМО, которая уже давным-давно не используется. Ну а возвращаясь к теме пассажиров, если на каждой платформе машинист будет ждать кого-нибудь опаздывающего, то будет сначала задержка на 2 минуты, потом 5 минут, потом 10, а потом получится, что какой-нибудь Сапсан, если говорить применительно к ленинградскому направлению, уже сзади подпирает, и нужно электричку отправлять на какой-нибудь из боковых путей, на одной из более-менее крупных станций, или вообще, где это просто возможно, и получится, что другим пассажирам придется ждать еще дольше. И также начинаются всякие сбои, сначала минуточка, сначала другая, типа, что вам, жалко, что ли, подождать, но далеко не везде можно нагнать. Наш поезд прибывает на станцию Радищева. Нажмите кнопку для открытия двери. Вот, например, мы подъезжаем к Радищево, над нами центральная кольцевая автодорога, и здесь наша ласточка просто не могла разогнаться на максимум. Не потому, что пути не позволяют, они здесь как раз позволяют. Ей негде, она не успела бы так быстро разогнаться, пролететь, и где-то еще сократить время именно в таких небольших участках своего пути. Это можно нагнать где-нибудь от подсолнечной до березок, от молжаниновки до химок, и на каких-нибудь еще отдаленных платформах, за клином, например. Станция Радищева. Пока мы с вами стоим на Радищево, здесь можно в этой пустоте сказать самую главную информацию. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и писать комментарии, потому что только благодаря вам все это продолжает существовать и развиваться настолько, насколько это, в принципе, возможно. И кроме того, переходите по ссылкам в описании, потому что там много интересного. Отправляясь дальше от Радищево-Валабушево, мы с вами уже смотрим практически на исторический участок. Участок, который в самое ближайшее время начнут перекапывать. Сейчас большая часть работ связана с МЦД-3 и высокоскоростной магистралью, потому как эти проекты, слава богу, более-менее объединены в плане строительства. Еще не дошли на участок между Алабушево и Радищево. Он не первоочередной, но один из самых проблемных. Здесь всего два главных пути, а в то время, когда будут врезаться стрелки, а они все-таки будут скоростные, тут будет закрываться по одному пути, и это будет маленькая жесть в определенные периоды для людей, которые проживают за Зеленоградом. Однако здесь же будет жесть и для части людей, чьи дачные участки построены в самой близи к железнодорожному полотну, потому что некоторые из них находятся в техзоне будущей высокоскоростной железнодорожной магистрали. Она пройдет с противоположной стороны нашей электрички. Мы с вами сейчас смотрим вроде как в спокойную зону. Однако именно с этой стороны, где вы сейчас видите на небольшом подъеме некоторое количество дачных участков, будет одна из эстакад, которая будет соединять первый участок высокоскоростной магистрали, это от Ленинградского вокзала до Алабушева, с старыми путями, потому что именно этот участок будет самым первым. Вы видите вот только копательные работы, но напомню, что все это снималось немного раньше, потому что я думал, что у вас будет больше спроса, однако может быть он все-таки еще вернется и увеличится, по крайней мере я на это очень сильно надеюсь. Так вот, некоторым из этих людей не повезет. И сейчас, когда вы видите только небольшие совсем работы, вы можете запомнить это место таким. А годы через 3-4 здесь уже будет большая насыпь и эстакада, поднимающаяся над нашими с вами двумя путями, где мы с вами едем. А вот в районе платформы Алабушева будет большая перестройка, и дальше уже будет очень много строительных работ, однако сейчас в Алабушево все строится с другой стороны, поэтому вы от меня здесь в этом ролике ничего нового не увидите. И, кстати, огромное спасибо всем тем, кто смотрит ролики, которые я выкладываю на цене для того, чтобы показывать вам состояние строительства от Химок в сторону Москвы. И спасибо за то, что вы распространяете эти ролики по различным транспортным форумам и строительным пабликам, потому что я замечаю, что люди туда заходят, и количество внимания к этим роликам заставляет меня больше уделять внимание чему-то строящемуся. И, кстати, пишите в комментариях, может мне в принципе стоит больше ходить по каким-нибудь стройкам, но не внутри, а снаружи, и стоит ли это вообще делать? Может быть мне в один из ближайших дней, пока еще не началась осенняя сырость, которая появится буквально через месяц, пройти здесь, это Алабушево-Дородищево, потому что этот участок ведь изменится, и местами тут проходы есть, местами нет, и даже несмотря на заборостроение, люди-то местами ходят, и никто не запрещает им проходить с другой стороны забора, чтобы можно было добраться до своих участков. Наш поезд прибывает на станцию Алабушево, нажмите кнопку для открытия дверей. Вы не заметили, но мы с вами уже приехали в Москву, да, кажется, что Алабушево это Московская область, но все, что вы видите сейчас с противоположной стороны, это Москва, и еще небольшое расстояние в сторону Родищева, которое было проехано нами без какого-то комментария от меня, там Алабушевское кладбище, и вообще здесь один из примеров, где Москва и область имеют границу по железной дороге. Вы смотрите на кажущуюся пустой Москву, а с другой стороны застройка частным сектором в области. Здесь же новая промышленная зона Алабушево, которая имеет отношение к Зеленограду. Фактически это продолжение старой идеи с западной промзоной, как раз на западе от старой части города она и находится, но оформлена как отдельная единица, потому что сейчас так это проще, выгоднее, и в принципе как показатель чего-то нового. А по факту это просто одно из редких мест Москвы, где действительно появляется что-то новое, а насколько успешно мы только узнаем через годы. Отправляясь Алабушево, мы с вами тоже смотрим на кусочек истории. Часть из этого путевого развития уже не существует, и в точно таком же виде существовать уже больше никогда не будет. Впереди вы уже видите застройку, сначала промышленную, потом немного дальше жилую, и здесь же 684-й Московский проезд проходит неподалеку от железнодорожных путей. Не могу сказать, какие из этих зданий уже давно эксплуатируются, а какие нет. Однако жилая застройка, которую вы видите вдалеке, это сначала 11-е микрорайоны Зеленограда, потом ближе к нам будет 10-й микрорайон, и после 684-го проезда появится Алабушевская улица, и еще чуть дальше будет путь, следующий до станции Крюково-Грузовой, который, мне говорили, Димат с ними еще второй раз, но второй раз, мне кажется, там делать на нем абсолютно нечего. Здесь будет 4 главных пути, мы с вами сейчас едем там, где будут проходить поезда дальнего следования, которым нужно будет, например, на Восточный вокзал, поезда дальнего следования, которые не будут отправлять на пути для высокоскоростных магистралей, все обычные электрички, а часть этой промзоны еще будет застроена, потому что какое-то время спустя здесь будет построена еще одна дорога, соединяющая разные части Зеленограда, и подготовка к ее строительству тоже увязана со всей большой стройкой на высокоскоростной магистрале и московских центральных диаметрах, поэтому сейчас вы здесь даже не видите каких-то дополнительных строительных кранов или какой-то еще техники, которая разгревала бы места для будущего проезда автомобилей из одной части Зеленограда в другую, но мы с вами сейчас видим уже начало путевого развития. Вся переделка на станции Крыкро будет вестись еще весь этот год, весь следующий, и нет никакой уверенности, что на 100% она будет закончена к открытию высокоскоростной магистрали, потому что 5-6 пути будут открыты не сразу, и тупики переделаны будут не все сразу, хотя, конечно, хотелось бы, чтобы все было готово к первому дню, но это просто невозможно в наших реалиях. Поезда, которые точно так же будут ехать со стороны Подсолнечной, Клин, Твери, будут прибывать на одну платформу, поезда МЦД будут отправляться с другой платформы, и если в первое время все это будет как-то соединено, и будут различные ужасные сочетания, которые будут только путать людей, то перспективное разделение на поезда для МЦД и на все остальные потом наведет порядок на этом направлении. А для пассажиров станет намного удобнее, потому что, наконец-то, пропадет хотя бы часть тех перерывов, которые здесь бывают, потому что до сих пор я, как пассажир ленинградского направления, я могу сказать, что здесь даже днем бывает перерыва побольше, чем ночью на самых крупных станциях. Это Ленинградский вокзал, Химки, Крюково, например. Там ночью ездить иногда гораздо комфортнее из-за маленьких интервалов. На этом на сегодня все. Спасибо за внимание. До новых встреч. Пока. Станция Крюково, город Зеленоград.